В данном видео мы немного подробнее рассмотрим кривую предельной доходности труда, чтобы удостовериться, что мы понимаем, что видим на ней, и что это, по сути, кривая предельной выгоды компании. Напомню, мы рассматриваем автомойку. Каково же обоснованное количество сотрудников, которое необходимо нанять? Напомню, это горизонтальная ось количества сотрудников, количество человек, работающих в компании, в час. Количество человек в час. По вертикали — выручка от предельного продукта труда, или, другими словами, предельные или добавочные доллары, получаемые с сотрудника в час. С сотрудника в час. Чтобы убедиться, что этот график действительно соответствует нашей таблице вот здесь, рассмотрим, какова предельная выручка, которую мы получаем, нанимая первого сотрудника. Можно умножить количество точек, которое равно одному, на среднее, средний показатель выручки от предельного продукта труда одного сотрудника, или средний доход, получаемый от сотрудников в количестве от нуля до одного. И это у нас 25. Среднее равно 25. Мы говорим так, потому что могли бы представить ситуацию, где, нанимая одну десятую человека, мы получаем значение выше 25. Кто-то спросит, как можно нанять одну десятую человека. А что, если один человек появляется раз в 10 дней? Тогда доходность ниже, чем если бы доля приближалась к целому человеку в час. Но в целом, так как мы берем от нуля до одного человека, мы получаем 25 долларов, то есть предельный доход 25 долларов с человека в час. И если нужно найти сумму предельного дохода, получаемого с данного человека, или прирост совокупной выручки, которую мы можем получить, то это один человек, умноженный на среднюю выручку от предельного продукта труда, а это 25. Это даст нам прямоугольную область, вот здесь, которая будет обозначать 25 долларов. Нам придется провести вычисления, чтобы понять это, но можно посмотреть и с точки зрения геометрии. Раз здесь прямая, данный график предельной доходности труда вот эта прямая, и область ниже этого прямоугольника будет равна области, находящейся под оранжевой кривой. Оранжевая кривая между нулем и одной второй выше прямоугольника, а между одной второй единицей она ниже прямоугольника. Область вверху равна области внизу. 25 долларов также находится ниже графика. Это, по сути, и есть доход, который компания получает, нанимая от нуля до одного сотрудника. Он равен 25 долларам. А каков же будет доход, если нанять двух сотрудников вместо одного? При движении от одного до двух количество людей в час изменяется на один, и средняя выручка от предельного продукта труда при этом будет 20 долларов. Получаем единицу умножить на 20, и это равно области ниже кривой. Область ниже кривой. Вот здесь. Это будет 20. Точно так же, если мы хотим узнать, какова предельная доходность труда при найме от трех человек вместо двух. Средний показатель здесь. Продолжим, какова область между двумя и тремя, и узнать это мы можем так. Средняя высота равна 15, умножаем на среднюю вертикаль, равную 15, 15 умножить на 1, получим 15 долларов дохода. 15 долларов. Между тремя и четырьмя средняя вертикаль равна 10. Умножаем 10 на единицу, получаем 10 долларов дохода. И это будет область ниже кривой вот здесь, 10 долларов дохода. И вот эта область ниже кривой здесь будет равна 5 долларам. 5 долларов дохода. Так, все это позволяет найти нам выручку, которую мы получаем, но не говорит о том, какое же количество сотрудников нанять. Для этого нужно проанализировать затраты на сотрудника, предельные затраты, которые мы понесем. Как уже упоминалось, мы рассматриваем компанию в конкурентной среде. Ранее мы говорили, что конкурентная среда подразумевает компании-поставщики. Но что если одновременно наша компания так же и конкурентный покупатель на рынке рабочей силы? Мы говорим о двух разных рынках, и это нужно пояснить. На рынке автомойк мы рассматриваем конкурентных поставщиков, иными словами, продавцов услуг мойки. На рынке же рабочей силы наша компания — конкурентный покупатель. Теперь мы немного разберемся в этом. Ведь говоря о поставщиках, мы говорим о различных конкурентных поставщиках, которые поставляют определенные типы товаров и услуг. Противоположностью такой ситуации была бы монополия или отсутствие конкуренции. Отсутствие конкуренции. Продавец назовет это монополией. Если бы покупатель был один, было бы много продавцов и один покупатель. Это бы сильно повлияло на рынок. Хоть мы и не проводили глубокий анализ, но это называется, чтобы вы знали и не удивлялись, услышав это слово, слово «монопсония». Ну, термин такой — монопсония. Сейчас это неважно. Рассматриваемая ситуация на рынке труда противоположна монопсонии. Мы — конкурентный покупатель, соревнуемся с другими покупателями, нам приходится предлагать рыночный уровень зарплат. На рынке автомоек ситуация тоже противоположна монополии. Наша компания — лишь один из множества конкурирующих продавцов. При монополии один продавец, а монопсония — единственный покупатель. Мы говорим, что мы — конкурентный работодатель. То есть нужно соответствовать уровню рыночных зарплат для сотрудников, которых нужно привлечь. Есть некоторый уровень ожиданий, и мы просто будем соответствовать им. Среднерыночный уровень зарплаты, допустим, 10 долларов в час. Тогда какое количество людей нам надо нанять? Нанимая одного человека, мы получаем 25 долларов дохода. Тогда предельные издержки, нарисуем график предельных издержек, он будет представлять прямую вот здесь, при 25 долларах, извините, при 10 долларах. Таковы издержки при найме одного человека, 10 долларов в час. При найме двух человек, этот будет область от нуля до двух, ниже графика, это 20, или другими словами, получим добавочные 10 долларов при перемещении от одного до двух, или от двух до трех человек, вот эта область — еще 10 долларов. Если взять от трех до четырех человек, вот эта область — еще 10 долларов, ниже зеленой кривой. Имеет ли смысл нанимать одного сотрудника? Конечно, доход будет равен 25 долларам. Из них 10 долларов уйдет на оплату труда, и доход составит 15. Нам точно стоит нанять одного сотрудника. Стоит ли нанять второго работника? Выручка от предельного продукта труда второго работника будет 20 долларов. Предельные затраты на него составят 10 долларов, то есть 10 долларов дохода при его найме, а значит, стоит его нанять. Третий сотрудник принесет нам 15 долларов и обойдется в 10 долларов, а значит, мы получим, рассматриваем по часовой расчет, 5 долларов. Стоит нанять его. А вот с четвертым человеком интереснее. Четвертый сотрудник принесет всего 10 долларов, но нам придется заплатить 10 долларов сотруднику, значит, в итоге нет смысла нанимать четвертого сотрудника. Теперь имело бы смысл по возможности нанять еще пол сотрудника. Кого-то, кто будет приходить через день, или того, кто будет приходить на полчаса, ну или кого-то, кто совмещает эту работу с работой кассира, делая и то, и другое сразу. Найм половины человека действительно имеет смысл. Ведь это обойдется в 5 долларов. А предельные издержки, область ниже кривой, между вот этой точкой и вот этой, прибыль с этого человека окажется этой областью вот здесь. Так что разумно нанять его. Но мы также видим, что стоит продолжать увеличивать величину спроса. Сотрудников имеет смысл нанимать до тех пор, пока предельная выгода, пока график предельной доходности труда не пересечется с кривой предельных издержек, после чего издержки превысят доходы, и необходимости нанимать их больше не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова